и все-таки по мнению татьяны она более способна была внушить любовь тогда нежели теперь потому что тогда она была моложе и лучше как в этом взгляде на вещи видна русская женщина да это уголовное преступление не подорожить любовью нравственного эмбриона так охарактеризовал белинский финал знаменитого романа пушкина о том почему известный критик осудил татьяну за отказ быть любовницей онегина назвав главную героиню нравственным эмбрионом а достоевский при этом восхитился ее поступком главным героем в романе евгения онегин выступает татьяна ларина потому что она во-первых является протагонистом в ее характере больше достоинств чем недостатков в отличие от онегина который действует как антигерой во вторых с ее образом связана основная идея произведения безусловно главными достоинствами татьяны лариной являются честность и верность последней сцене объяснением любви раскрывается в полном объеме глубокая сущность образа любимого персонажа пушкина я вас люблю чему лукавить но я другому отдана я буду век ему верна стоит отметить что еще в начале произведения автор изобразил положительные качества татьяны что от небес одарена воображение мятежным умом и волею живой и своенравной головой и сердцем пламенным и нежным а чистой пламенной душе и об уме татьяны говорит евгений онегин вы чистой пламенной душой когда с такой простотой с таким умом ко мне писали душа татьяна действительно близко автору прежде всего за то что в главной героине есть национальное самосознание выраженной любви к родине татьяна русская душою сама не зная почему с ее холодную красою любила русскую зиму кроме того татьяна милосердна и отзывчиво ты говорил со мной в тиши когда я бедным помогала в основе положительных качеств героини лежит такая важная черта как простота за то лишь что в милой простоте она не ведает обмана влюбленной бедной и простой при этом в простоте татьяны окружающие видели ее жеманность то есть манерность искусственность отсутствие простоты ее находят что-то странной провинциальной и жеманной простота как положительная черта имеет свои отрицательные последствия выраженные в наивности и доверчивости что так доверчива она доверчивость души невинной не отпирайтесь я прочел души доверчивой признания кроме того результатом простоты является такой недостаток как провинциальность связанная с употреблением в речи татьяны устаревших оборотов а также ношением ей старомодных нарядов представить ясные черты провинциальной простоты и запоздалые наряды и запоздалый склад речей среди недостатков татьяны можно выделить следующие черты характера интровертность экзальтированность мечтательность и суеверность причиной замкнутости главной героини является ее воспитание все занятия маленькой тани в детстве свидетельствуют об отсутствии родительского попечения который возникает в жизни ребенка предоставленного себе самому и никем не руководимого например она не хотела и не умела играть с куклами как все девочки не имела женских навыков рукоделия ее изнеженные пальцы не знали игл склоняясь на пальцы узором шелковым она не оживляла полотна но куклы даже в эти годы татьяна в руки не брала провести города про моды беседы с ней не вела из этого можно сделать и вывод о том что мать не занималась старшей дочерью как результат в татьяне сформировались такие отрицательные качества как дикость нелюдимость молчаливость боязливость и меланхоличность дика печально молчаливо как лань лесная боязлива она в семье своей родной казалось девочкой чужой она ласкаться не умела к отцу не к матери своей дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела и часто целый день одна сидела молча у окна для преодоления своих внутренних страхов маленькая тани увлеклась французскими романами чтение которых развила в ней бурное воображение что от небес одарена воображением мятежным вымышленный мир романов заменил татьяне реальную действительность и как следствие она погрузилась в мир иллюзий ей рано нравились романы они ей заменяли все из-за увлеченности французской литературой татьяна плохо владела родным языком она по-русски плохо знала журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном и так писала по-французски эскальпизм сформировал в татьяне такое мировоззрение в основе которого экзальтированность и впечатлительность она любила на балконе предупреждать зари восход она как с давними друзьями своими рощами лугами еще беседовать спешит неудивительно что ее влюбчивость под воздействием воображения сыграла роковую роль в выборе любимого человека татьяна любит не шутя и предается безусловно любви как милое дитя татьяна милая татьяна с тобой теперь я слезы лью ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою кроме того результатом эскапизма является то что татьяна постоянно живет мечтами течение сельского досуга мечтами украшала ей соседстве тани молодой моей мечтательницы милой она верит в приметы гадания и сны татьяна верила преданием простонародной старины и снам и карточным гаданием и предсказанием луны ее любимой книгой является толкователь снов мартен и задеки мартен задека стал потом любимец тани он от рады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит суверность главной героини связано с еще одним недостатком как слепая вера в судьбу выраженная фатализме татьяны куда зачем стремлюсь а я что мне сулит судьба моя цель татьяны выйти замуж по любви поэтому не случайно когда она познакомилась с онегиным в ней вспыхнули к нему чувства давно сердечное томление теснила ей молодую грудь душа ждала кого-нибудь и дождалась открылись очи она сказала это он однако выйти замуж по любви татьяне было не суждено влюбленный и отверг и мать вынудила старшую дочь выйти замуж по расчету за генерала а глаз меж тем с нее не сводит какой-то важный генерал вот отошел вот боком стал кто толстый этот генерал уже решена неосторожно быть может и поступила я меня слезами заклинаний молила мать для бедной тани все были жребии равны я вышла замуж вы должны я вас прошу меня оставить тайна татьяны заключается в том что она призналась любви конегину и никто кроме рассказчика об этом не знает письмо татьяны предо мною его и свято берегу читаю с тайную тоскою и начитаться не могу стоит отметить что в финале романа несмотря на то что татьяна явно скучает по своей деревне не они по дому в котором прошло ее детство автор не говорит прямо о том что она несчастна именно из-за своего брака мои успехи вихре света мой модный дом и вечера что в них сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада весь этот блеск и шум и чат за полку книг за дикий сад за наше бедное жилище таким образом достигнет ли в браке главной героини любви или нет остается вопросом открытым ответ на который содержится в идее произведения экспозиция в романе состоит из следующих эпизодов предыстория жизни основных действующих лиц приезд онегина в имение дяди и знакомство его с ленским завязка начинается с первой встречи евгения статьяной в результате которой главная героиня влюбляется в онегина начинается первая сюжетная линия связана след мотивом настоящей верной любви первая часть развития действия включает в себя такие события как диалог татьяны с няней и и письмо онегину объяснение в саду между ними гадание пророческий сон татьяны празднование ее дня рождения дуэль между онегином и ленским в результате которой владимир погибает точка невозврата посещение татьяной опустевший усадьбы евгения чтение книг в его библиотеке и понимание главной героиней мировоззрение своего возлюбленного и начинает понемногу моя татьяна понимать теперь яснее слава богу того по ком она вздыхать осуждена судьбой властной по побывав в доме евгения татьяна узнает что онегин уехал навсегда из деревни обратно в петербург с этого события начинается вторая сюжетная линия в романе в которой евгений раскрывается в представлениях татьяны как жертва собственных заблуждений после просмотра книг в его библиотеке в ее голове возвышенный образ онегина снижается до слов подражание ничтожный призрак и пародия что ж он уже ли подражание ничтожный призрак или еще москвич в гаральдовом плаще чужих причуд истолкования слов модных полный лексикон уж не пародия ли он вторая часть развития действия представлена в следующих эпизодах замужество ольги поездка татьяны с матерью в москву на так называемую ярмарку невест и как результат замужество главной героини путешествие онегина и после двух лет возвращения его в столицу встреча с татьяной кульминация письмо онегина к татьяне в котором теперь он признается ей в любви этот эпизод завершает вторую сюжетную линию в этот момент татьяна окончательно видит в нем ничтожный и жалкий образ влюбленного эгоиста нет поминутно видеть вас повсюду следовать за вами улыбку уст движения глаз ловить любленными глазами внимать вам долго понимать душой все ваше совершенство пред вами в муках замирать бледнеть и гаснуть вот блаженство развязкой в произведении выступает сцена объяснение любви в котором татьяна признается еще раз в том что любит онегина но из-за того что она замужем и поклялась своему мужу в верности она не может быть любовницей евгения данная сцена завершает первую сюжетную линию для обоих героев эта встреча последняя отсылающая читателя к первой их самой встречи такая зеркальная композиция романа проецирует идею судьбы и отсутствие воли над ней теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать но так и быть судьбу мою отныне я тебе вручаю но так и быть я сам себе противиться не в силах боли все решено я в вашей воле и предаюсь моей судьбе таким образом в композиции романа отражается движение любви татьяны от ее знакомства с онегином до окончательного расставания с ним в конце произведения простая и честная юная дворянка с пламенной и чистой душой но при этом доверчивая суеверная и замкнутая живущая в деревне знакомится со столичным франтом и влюбляется в него однако он отказывает ей но затем приходит на ее именины где ссориться со своим приятелем требующим сатисфакции на дуэли он убивает своего друга потом к нему домой приходит она но он уже уехал обратно в столицу спустя два года они опять встретятся она уже замужем а он до сих пор один и теперь он признается ей в любви ей нужно выбрать быть с ним изменяя свою мужу или остаться верной супругу для того чтобы понять природу конфликтов в произведении нужно ответить на три важных вопроса во первых из-за чего на самом деле произошла дуэль между ленским и онегином во вторых почему татьяна будучи такой принципиальный вопросах брака и любви вышла замуж за человека которого не любила в третьих почему татьяна продолжая любить онегина отказала ему в финале романа ответ на первый вопрос кажется очевидным ленский приревновал ольгу конегину во время баллов честь дня рождения татьяны онегин с ольгой упошел ведет ее скользя небрежно и наклонясь ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал и руку жмет и запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче ленский мой все видел вспыхнул сам не свой негодование ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет но почему же владимир был оскорблен только сейчас до этого момента онегин уже с иронией отзывался возлюбленной ленского так после знакомства с ларинами евгений сказал владимиру об ольге я выбрал бы другую когда б я был как ты поэт в чертах у ольги жизни нет точь-в-точь вандиковой мадонне кругла красна лицом она как эта глупая луна на этом глупом небосклоне интересное мнение об этом известного пушкиниста олега барского по словам которого ленский мог быть родным братом татьяны у них мог быть один отец поэтому владимир догадавшись о близком родстве с татьяной во-первых не мог встречаться с татьяной хотя она и была ему духовно близка оба любили литературу имели бурное воображение во вторых он вызвал онегина на дуэль чтобы защитить не столько честь своей возлюбленной ольги сколько честь своей сестры татьяны соответственно после гибели ленского слова автора о том что татьяна должна ненавидеть онегина как убийцу своего брата становится понятны читателю она его не будет видеть она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего конечно же прямой цитаты в романе о том что у владимира и татьяны общий отец нет об этом узнаем лишь из контекста всего произведения для расшифровки которого нужно найти причины отчужденности главной героини она в семье своей родной казалось девочка чужой во-первых татьяна носит простонародное имя которым обычно дворяне не называли так своих детей причина такого отношения матери к своей старшей дочери кроется в том что изначально она ее не любила ее рождение не ждала имя дано нежеланному ребенку с очевидным безразличием тогда этот выбор знак отчуждения в нем разгадка одиночества татьяны ее замкнутости и молчаливости во вторых дмитрий ларин не родной отец татьяны потому что согласно олегу барскому раз мать татьяны не любила своего мужа который будучи бедным бригадиром увез ее в провинцию жить и заниматься деревенским бытом то она не всегда была верна ему какие же доказательства того что среди всех мужчин в их округе именно отец владимира является отцом татьяны первый аргумент лари на еленский были соседями второй аргумент владимир догадывался о том что ольга может быть такой же неверной как ее мать в молодости возможно ли чуть лишь из пеленок кокетка ветреный ребенок уж хитрость ведает она уж изменять научина третий аргумент после приезда домой из германии владимир посетил могилу отца ольги эта сцена по словам барского приобретает особый смысл ленский сравнивает умершего ларина с шутом из пьесы гамлет и произносит знаменитую фразу принадлежащую главному герою шекспировской трагедии тур йорик молвил он уныло он на руках меня держал как часто в детстве я играл его очаковской медалью он ольгу прочил за меня он говорил дождусь ли дня в этой сцене автор как бы намекает читателю о том что владимир подозревает всю драму жизни дмитрия ларина которому изменяла жена при этом здесь явно чувствуется и сожалению бренности бытия и ирония не только самого ленского но и пушкина который иронизирует над тем что владимир так стремящийся не обмануться сам может в будущем стать жертвой обмана ответ на второй вопрос связанный с истинными причинами замужества татьяны действительно вступает в противоречие с принципами главной героини татьяна соглашается выйти замуж не из-за того что она разлюбила онегина а потому что пожертвовал своими чувствами ради благополучия их обедневшего древнего рода мать татьяны просит дочь согласиться на брак с генералом и главная героиня соглашается так как помнит что ее мать когда-то спасла этим замужеством свое семейство от разорения или забвения но теперь татьяна выпала горестная честь восстановить статус старинного семейства вернуть ему блеск таким образом понимает причин дуэли между онегином и ленским а также замужество татьяны помогает сформулировать внешний конфликт главной героини она как нежеланная старшая дочь оказавшаяся изгоем своей семье была противопоставлена не только своим близким и родным но и всему светскому обществу поощрявшему неравные браки в которых нет любви и наконец ответ на последний вопрос касающийся причин отказа татьяны быть сонегином раскрывает внутренний конфликт главной героини традиционная трактовка мотивов данного поступка татьяны как правило отсылает читателя к исходному тексту произведения в котором замужняя женщина говорит своему воздыхателю следующее я вас люблю чему лукавить но я другому отдана я буду век ему верна именно эти слова стали основным предметом спора между теми кто восхитился решением татьяны и теми кто этот поступок осудил так достоевский встал на сторону замужней женщины а белинский оказался против назвав ее нравственным эмбрионом но на самом деле никто из них не прав потому что нельзя рассматривать отказ татьяны без контекста всего произведения соответственно согласно современному прочтению романа главная героиня в финале отказалась быть с возлюбленным по трем причинам во первых она очень сильно боялась повторить судьбу своей матери такой вывод делается из того положения в котором оказалась татьяна посудите сами она выросла в семье где мать изменяла мужу младшая сестра кокетка ветрен ребенок изменять научена поэтому неудивительно что уподобляться своим родственникам она не захотела во вторых невозможность быть с убийцы своего несостоявшегося родственника ленского еще при жизни дмитрия ларина считали женихом ольги и он в глазах татьяны был не просто сосед а будущий муж сестры поэтому встречаться с онегином с этической точки зрения было бы аморальным для главной героини и в третьих татьяна уже не могла как раньше любить тот образ который она создала в своей голове в молодости она одновременно любила и онегина и ленского и того и другого ах может быть ее любовь друзей соединила бы вновь поэтому после смерти владимира часть ее любимого образа исчезла нарушив целостность всего идеала при этом евгений не смог финале романа это компенсировать так как в его словах она опять увидела очередные проявления того самого эгоизма который был еще при первой сцене их объяснения в саду когда он отказал ей не поверив настоящую любовь и я любила вас и что же что в сердце вашим я нашла какой ответ одну суровость а нынче что к моим ногам вас привело какая малость как с вашим сердцем и умом быть чувство мелкого рабом таким образом внутренний конфликт татьяны заключается в том что главная героиня хочет любить образ воплощенные одновременно и в онегине и в ленском однако из-за гибели последнего она не может остаться с тем кому изначально призналась любви идея произведения свобода в доверии данная идея основана на противоречии двух мировоззрений одна микроидея доверие отражает взгляды протагониста в лице татьяны а другая микроидея свобода является жизненным кредо антагониста онегина который противопоставлен татьяне и при этом выполняет функцию антигероя в романе формулировка идеи произведения строится на том что онегин всю жизнь дорожил своей свободой даже ценой хандры но был ли счастлив мой евгений свободные цвете лучших лет среди блистательных побед среди вседневных наслаждений короче русская хандра им овладела понемногу свою постылую свободу я потерять не захотел однако свобода не в одиночестве а в способности довериться тому кто по-настоящему тебя любит и таким человеком оказалась татьяна которая будучи незамужней девушкой первая призналась любви тем самым интуитивно почувствовала что счастье не свободе а в искренности и верности по сердцу я нашла бы друга была бы верная супруга и добродетельная мать в результате онегин в конце романа осознает свое заблуждение я думал вольность и покой замена счастью боже мой как я ошибся как наказан таким образом татьяна выбрав изначально путь доверия и честности достигла внутренней свободы в отличие от онегина который искал лишь такие атрибуты внешней свободы как холостяцкий образ жизни положение в обществе возможность путешествовать и так далее в татьяне верность нравственно устойчивому оборачивается обретением спокойного достоинства и свободы кроме того эта верность по мнению некоторых литературоведов в конце концов как верится приведет и татьяну ларину к любви не прежней но к истинной любви обращенной к человеку которому уже отдана верность а значит можно предположить что татьяна в браке сохранит и свое ощущение внутренней свободы и обретет новую любовь белинский был неправ когда назвал татьяну нравственным эмбрионом ведь главная героиня не остановилась в своем развитии а эволюционировала от простой и доверчивой девушки до равнодушной и роскошной княгини но и следов татьяны прежней не мог онегин обрести уже ли с ним сейчас была так равнодушно так смела но не равнодушную княгини но неприступной богини роскошной царственной невы как изменилась а татьяна как твердо в роль свою вошла при этом за этим равнодушием и роскошью скрывается сильная волевая женщина которая осознает всю степень ответственности своего решения а счастье было так возможно так близко но судьба моя уже решена неосторожно быть может поступила я таким образом татьяна расставшись с онегином не просто отказала ему а проявила ответственность и решительность которые свойственны именно высокоморальному человеку а не нравственному эмбриону а 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